Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Александрович Михеев. Добрый день, Сергей Александрович! Спасибо, что вышли с нами на связь. Сергей Александрович, есть мнение, что Никол задержался и что это выгодно России, в первую очередь. Вы согласны с этой позицией? Трудно сказать, потому что, насколько я знаю историю вопроса, на самом деле Россия была не в востоке от того, что Пашинян, если вы это имеете в виду, стал премьер-министром Армении. На самом деле, то, что знаю я об этом, говорит о том, что мы в России были, скажем, этим несколько недовольны, с большим мужчиной. Но теперь, когда он является премьер-министром Армении, мы имеем дело с тем, кто является главой государства. И как гарант тех соглашений, которые были подписаны, да, наверное, нам легче иметь дело с ним, как с человеком, который эти соглашения готов выполнять, чем с тем, кто, например, скажем, придет на смену ему и поставит их под вопрос. Ну, это чисто такая технологическая логика, на мой взгляд, потому что я, по крайней мере, неизвестный, никто в России не в восторге от того, чем в итоге закончилось последнее воскресение вольятной ситуации. Ну, так как Россия стала посредником в этом вопросе, если включены определенные соглашения, есть некоторые договоренности, гарантии, которые являются жесткие, то Россия, да, на данном этапе, заинтересована тем, чтобы эти договоренности, их выполнение, да, скажем, было гарантией. Если, если сказать проще, мы не можем быть уверены в том, что любой другой руководитель Армении будет готов выполнять свой суд, потому что, насколько я понимаю, все, кто выступает против Пашиняна, они выступают, даже, может быть, они более по-российски настроены, но они выступают в том числе под лозунгом отмены этих соглашений. Если это соглашение отменить, как будет выглядеть Россия в этой ситуации, и что на следующий день произойдет, поймем? Поэтому, да, вот технологически, при всем при том, что никто здесь не является счастливым от запрещенных соглашений, технологически, да, посредине, вернее даже не посредине, а лично, кто гарантирует выполнение при последнейшей стороны России, и тот, на данном этапе, с тем, на данном этапе Москва готова выходить. Вот вы сказали про недавнее обострение. Тогда армянские власти заявили, что они якобы обратились к России за помощью, но официального обращения не было. И народ как бы ждал, какие действия предпримет Россия. О чем вообще свидетельствует эта ситуация, когда фактического обращения не было, но власти это представили так, что как бы уже ждем действия от России? Власти Армении представили это так, как им выгодно. А им выгодно постоянно переводить стрелки на Москву и сваливать все на Россию. Вот, мол, и так все понятно, и так все видно, почему же Россия ничего не делает. Но если бы Армения была бы с петь регионом России, если бы она входила в Россию, то можно было бы так рассуждать. Да, действительно, что же такое? Все и так понятно, а Москва ничего не делает. Да, я напомню, Армения является независимым государством. Далеко не всегда ее политика соответствует интересам России, если посмотреть за 30 лет. Поэтому предъявлять подобное дело, значит, просто обманывается. Мне кажется, если честно, армянская власть тут, ну, мягко говоря, ухавит, а если сказать так более упрямо, просто обманывает свое население. Она делает вид, что все проблемы, они от России. При всем при том, что Россия является другим государством. Ну, у нас есть договоренности, да, Армения входит в ряд жилособразований. Но Россия и Армения на сегодняшнем, на сегодняшнем историческом этапе, это два разных независимых государств. Есть разные власти, которые, как бы, да, по-разному видят многие вопросы. Поэтому я считаю, что все вопросы-то, армянская власть должна задавать, что выручить Сибири. А уже готовься к всем остальным, и не пудрить мозги. С ним у нас раздеваться на то, что, скажем, вашу руку на территорию, вы не делали официальное обращение, но пусть русские сами вступают. Это, знаете, это, можно так сказать, во дворе что-нибудь, или на аргумент, значит, передать. Вы, возможно, слышали, что в Армении есть движение, называется «Сильная Армения с Россией за новый союз», которое выступает за то, чтобы Армения вступила в союзное государство совместно с Россией. Вот, как есть пример, Россия и Беларусь, так же, чтобы Армения тоже присоединилась к этому союзу. Россия будет заинтересована в подобного рода отношениях с Арменией? Ну, я думаю, что, скорее всего, да. Скорее всего, да, хотя понятно, что отношения с Арменией, они несут свои плюсы и свои минусы. Потому что надо будет взять на себя ответственность за многие вопросы, да. Но я думаю, что, скорее всего, Россия была бы заинтересована в подобном развитии событий. Хотя здесь надо сказать такую важную вещь. Если эта идея не будет поддержана большинством населения Армении, то лучше этого не делать. Потому что иначе толку от этого не будет. В противном случае, опять же, что разговоры про злую Россию, про то, что слава России всех оккупировала, и никому не дает свободы жизни. Поэтому, если эта идея будет поддержана большинством населения Армении, я уверен, что она найдет понимание в Москве. Если нет, если это будет просто такая верхущая идея одной из партий, то, по-моему, перспектив чуть немного. Ученые сейчас отмечают, что мир движется в направлении развития цивилизации, что уже в ближайшем будущем общение будет строиться не между странами, а между цивилизациями. Мы наблюдаем коллективный Запад, Тюркский союз. Вот русский мир, вот это понятие, будет ли Россия двигаться в направлении объединения всех стран, которые можно поднести под это понятие русский мир, чтобы тоже как свою цивилизацию создать и общаться в таких рамках с остальным миром? Я лично сторонник проекта русский мир. Мне всяко сомнения, Россия является отдельной цивилизацией. Я, правда, не уверен, что Армения входит в русский мир. Точнее так, что Армения согласны с тем, что они входят в русский мир. Но, чтобы было, так сказать, немножко ближе к реальности, я могу сказать, вот такую важную вещь. Никакие планы Турции о распространении собственного влияния на тюркские регионы, Россию, а также на увеличение, так сказать, своего влияния на посредственном пространстве, в Москве приезд и прицелить будут. Мы это категорически не понимаем. Амбиции Артагана нам понятны, да, но я думаю, что, первое, у него не хватит на это ресурсов, а, во-вторых, Б, Россия, все прекрасно понимают, что Турция остается членом НАТО. И любые ее, как бы, попознавления на восток, скажем так, на север, на куда-то, это в том числе, да, то, что последствия достанется блоку НАТО. Поэтому здесь никто себя обманыв и даст. Это совершенно очевидно. Поэтому Артаган может по полу своего государственного мира все, что угодно, выдумывать, да, но в большом счете мы прекрасно понимаем, о чем это речь, да, и мы никаких этих планов распространения влияния Турции на территории, которые мы считаем, кстати, своими, находящимися за нашим интересом, мы допускать не будем. В конце концов, мы не претендуем на территорию Турции и никогда не претендовали. Это тоже могли бы о многом столе. В конце концов, да, современная Турция – это территория, лучше, без антийских. Вот. Но мы не претендуем на их. Да, поэтому и претензийный тур на какое-то особое влияние на, скажем, территории России. И, конечно, что просто, я считаю, что, ну, мягко говоря, не обосновлено. Ну, вот Турция периодически какие-то провокационные действия совершает по отношению к России, и при этом Россия с Турцией сотрудничает по ряду отраслей в экономике, в военной отрасли. Теперь Турция, она союзник или соперник России? Ну, я думаю, что Турция не союзник или соперник на данном, на данном, на данном этапе. Если говорить о союзничестве или соперничестве, я думаю, что соперничество, к сожалению, более вероятно в перспективе, чем союзничество отношения. Ну, во-первых, есть историческая подготовка к этой вопросу, да? Она никуда не денется. Ничего с этим невозможно сделать. Исторические отношения между Турцией и Россией очень сложные. И никуда это, ну, так подивать, сделать еще ту лебедь нельзя. Что касается экономической связи, конечно, они очень важны. Но все зависит от контекста. Экономика не определяет всего. Экономика – это важно, но экономика не определяет всего спектра отношений. Поэтому, если амбиции Турческой будут развиваться, в том числе в географической стиле, то я боюсь, что такая экономика не спасет нас от того, чтобы, ну, может быть, перейти в состояние соперничества. И пока, вот все это экономическое сотрудничество, я так понимаю, это просто утверждает. Точнее не Турцию, а от какого-то открытого соперничества. Ну, и, может быть, это на данный момент так и хорошо. Но каких-то иллюзий питать в таком отношении с Турцией в будущем, ну, я бы не стал. Потому что, да, мы сейчас есть такие отношения, но какие они будут, например, через 20 лет? Очень трудно сказать. В конце концов, сегодня Эрдогану сложные отношения с Западом, вот, а завтра, например, Эрдоган не будет. И что мы будем иметь? Мы будем иметь Турцию, как членов НАТО. Я напомню, в свое время один из самых тяжелых кризисов мировых, Карийский кризис, начался именно потому, что Борган собирался пустить атомные ракеты, электропракеты на территории Турции. Тогда возразился Карийский кризис, который был неоперпоса третьими полу войнами. Но забывать об этом не стоит. Особенно в контексте активности на Украине, но в заказе у них прекратить. И еще вопрос по поводу рейтинга ОДКБ и России. После военных действий в Карабахе и сейчас на границах Армении очень сильно упал рейтинг ОДКБ в Армении. Отношения очень... Люди с недоверием относятся к ОДКБ, к эффективности этого военного союза. Как вы считаете, насколько эффективен может быть ОДКБ? Все вопросы армянскому народу надо задавать своим властям. В конце концов, это не мы выбрали Пашиняна. И не мы выбрали тот парламент, который сейчас есть. И не мы назначаем там министров. Если кто-то так думает, то он ошибается. Я говорю это со знанием дела. Вот поэтому, когда говорят про ОДКБ, а почему же ОДКБ не вмешалось? Еще раз вопрос. Почему господин Пашиняна поднял эту проблему неофициально? Где сейчас? Два встречи в Сочи. Между Путиным и Пашиняна Паралином. Кто ушел Пашиняну официально обратиться с Путиным? А с тойской помощью? Да он же не обратился. А человек от этого во власть, так сказать, длил армянский народ. Но я прекрасно помню вот этим видео с улицей Ивана, где огромные толки людей, огромные толки Селикавани приветствовали, значит, баня Пашиняна. Вот себе теперь вопрос, ставите сюда. Задавайте себе, задавайте тем, кто любит Пашиняна. Задавайте лично Пашиняна. Все. А уже потом, после этого, когда вы там у себя на всеми вопросами разберетесь, после этого можно задавать вопросы Москве. Вот в недавнем интервью бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что в ОДКБ и в России есть полный набор всех инструментов для силового воздействия на любую ситуацию. Но они не будут применяться по отношению к Азербайджану, так как Азербайджан — это братский народ. Если Азербайджан — братский народ, то почему Азербайджан не вступает в ОДКБ, не вступает в Евразийский союз? И еще вопрос, если это братский народ, то почему он какие-то агрессивные действия предпринимает против союза, в который входит Армения? Скажем, тоже братский, да, получается? Во-первых, я, честно говоря, ни в какое братство народов не верю. Вот я... Во-вторых, я тоже сказал пардицию — это его частное мнение. Во-третьих, у ОДКБ есть устав, да, все должно происходить в соответствии с уставом ОДКБ. Во-четвертых, то, что касается Азербайджана, мне кажется, Азербайджан давно сделал свой выбор. Азербайджан — это союзник Турции. А Турция тоже давно сделала свой выбор. Турция — это член НАТО. А НАТО тоже давно сделала свой выбор. НАТО заявляет, что Россия — это враг. Все. После этого, мне кажется, любые другие, так сказать, какие-то рассуждения по этому поводу, они совершенно бессмысленны. А после, так сказать, соответствующих событий, которые мы наблюдали, вот, так сказать, между Арменией и Азербайджаном, я считаю, что зависимость Азербайджана от Турции выросла несколько раз. И теперь, как бы, на мой личный взгляд, азербайджан и зависимых от Турции просто уже нет. Его не существует. Азербайджан, так сказать, настолько зависит от Турции, что практически абсолютно без шаги, по ряду вопросов, уже, видимо, без консультации с турками принимать, скорее всего, не может. И еще пока вот Эльхам Алиев на сути власти, я думаю, что какая-то, так сказать, какая-то самостоятельность у Азербайджана сохраняется. После Алиева, скорее всего, турки сделают все для того, чтобы к власти в Азербайджане пришел абсолютно подконтрольный человек. Поэтому здесь говорить об этих вещах всерьез не имеет значения без анализа факторов институтов. Факторы институтов простые. Азербайджан и Турция заключили целый пакет соглашений, которые, ну, как бы, скажем так, очень сближают, я так говорю. А Турция остается членом НАТО, а НАТО в своей доктрине объявляет красивым практикным. Вот и вся цепочка. Сергей Александрович, большое спасибо вам за интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин